Через три недели строители покинут перинатальный центр Хакасии. Стройка завершена. В здании остались мелкие недоделки. Об этом сегодня главе республики заявил генподрядчик на последнем штабе в медицинском учреждении, единственном на юге Сибири. Когда же первые пациентки попадут в новый центр, узнала Мария Добрынина. Самый большой непромышленный социальный объект в Хакасии, как и было обещано к концу 2016-го, построен. К Новому году подрядчику привести в порядок нужно второй и третий блок главного корпуса. Там остался косметический ремонт. Сейчас на стройке больше тысячи рабочих. В коридорах все завалено коробками. Это не стройматериалы. Здесь медицинская мебель и оборудование. Некоторые палаты уже даже начали обставлять. Что нужно, чтобы бордюр был? Да, это специально функциональные кровати, которые регулируются по высоте и отдельно поднимаются вверх-вниз. Очень удобные. Но это не стандартная кровать? Это не стандартная. Это так называемая функциональная кровать. Это реанимационная кровать. Это реанимационная терапия. Там, где рациональная. Плохо себя контролировать, да? Да. Многомиллионное оборудование доставлено и в операционную. Техникам предстоят еще пусконаладочные работы. Однако, главное отметил Виктор Зимин. Медаппаратура уже закуплена и ждет своего часа. Стоит добавить, несмотря на бесчисленные коробки с техникой, это еще не все. Подрядчик ведет переговоры. К концу неделю в перинатальный центр доставят душевые кабины и вентиляционное оборудование. Сумма, выделенная на строительство федеральным центром, более 3,5 миллиардов рублей. Практически вся освоена. Однако устройство подъездов к медучреждению республика взяла на себя по личному поручению главы. Я прошу, Александр Ильич, сосредоточьтесь сюда усилия. Просто в общем порядке, по просьбе, не надо никаких торгов. Просто подровнять, разровнять, отсыпаться пока каким-то на расклинку щебнем. Щебнем. Щебнем, потом мелкой фракцией. И вот как в воинской части у нас сделаны подъездные пути между этими. Отлично. Продерживаемся сезон. А с наступлением тепла проведут полный дорожный ремонт. Принимать будущих мам в перинатальном центре начнут не раньше февраля будущего года. Это примерные сроки. Врачи из роддома переезжать будут постепенно. А правительство Хакасии строит уже новые серьезные планы. Строительство новой республиканской детской больницы. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.